Давно ли ты была в театре? Я в театр? Не хожу. Это горе. Спрашивать-то дальше нечего. Вообще ни секунды не задумывается. За обезьян решил выступиться. Ну, понятно. Только вот мне эти трусы, пожалуйста, железные с карабинами. Чулпан. Три главных театральных режиссера на данный момент в России. О, начинается. В России русские в смысле? Не обязательно. Может быть, их спектакли идут здесь. А режиссер может, не знаю, быть из Германии, из Латвии, откуда угодно. Алвис Херманес, Кирилл Серебренников. Давай так, я сразу говорю, что я в театр не хожу. Я не успеваю. Ну, ты в нем играешь? Я в нем играю. Поэтому я называю только тех людей, с которыми я работала. Херманес, Серебренников? Это не говорит о том, что нет тех, кто лучше может быть. Лучше, да. Ну, кто третий? Робер Лепаш. С Кириллом ты делала как актриса работы какие-то? Голая пионерка. Так. Хотя была обещана Клеопатра. Так. И потом, собственно, обещанная Клеопатра. Два спектакля? Два спектакля. Ну, еще Кирилл был режиссером первых наших благотворительных концертов. Это тоже была творческая работа. Это было на другой сцене «Современника». Я считаю, это лучший спектакль Кирилла Серебренникова. Это лучший спектакль? Я считаю, это самый лучший спектакль. А тебе в Google-центре комфортно работает? В Google-центре очень комфортно работает. Это такая живая энергия, она такая пульсирующая. Она вот именно про то, что я больше всего люблю в творчестве. Она про процесс. Там никто с ума не сходит по поводу результата без какого-то лишнего нервика. Там вот есть наслаждение этим процессом. В какой-то степени чудесная какая-то такая необязательность по отношению к результату. И вот эта необязательность дает какую-то такую внутреннюю свободу. Ну и ладно, не получится. Зато мы в движении, зато мы в эксперименте. А Кирилл, который ставил «Голую пионерку» и Кирилл, который поставил «Маленькие трагедии». Одна из последних работ, я ее видела? Да, это мой любимый спектакль. Это разные режиссеры? Очень разные. Или это один и тот же режиссер? Нет, это один и тот же режиссер, у которого появилось больше опыта. Во всем, вообще об освоении всего пространства. И визуального, и звукового, и вообще всего. Но режиссер — это режиссер. Я не знаю, придумать начало войны, как с неба падают кирзовые сапоги, но это режиссер. Дурак! Я знаю, что для тебя физически эта работа была одной из самых, может быть, тяжелых. Скажи немножко про это. Да, мне Кирилл... Вообще, можно я начну историю нашего знакомства с Кириллом? Я летела... Я жила тогда между Москвой и Берлином, в основном в Берлине, и летела куда-то. Я летела. И в аэропорту мы встречаемся с Кириллом Серебренниковым, который уже очень модный был режиссер тогда. И вдруг Кирилл мне говорит, вы не хотите сыграть Клеопатру? А я говорю, конечно, хочу. Говорит, вот прочитайте перевод, вот именно такой-то перевод. Я прилетаю в Берлин, бегу в библиотеку, потому что еще толком ни интернета не было, ничего. Ищу этот перевод, не нахожу, мне из Москвы присылают перевод. Все как-то долго-долго готовится. Сбор труппы, театр «Современник». Объявляются спектакли на следующий сезон, я в предвкушении Клеопатры, и говорят, пионерка, да и голая. И я так сголотнула. Но ничего говорить не стала, потому что соблазн поработать с Кириллом был велик. Мы начали работать над голой пионеркой, и он мне сказал, что я там буду взлетать. А я только-только на съемках фильма «Лунный папа» всю смену взлетала из какого-то котла. И я прям помню эти ощущения в этих цирковых таких трусах с карабинами, которые делят твое тело пополам. Но это просто средневековая пытка, как это больно. Я сказала, Кирилл, только вот мне эти трусы, пожалуйста, железные с карабинами вокруг, потому что это все впивается. На что Кирилл уверенно сказал, нет, конечно, у нас все будет по самому современному слову техники, там уже давно летают по-другому. Пришел чудесный дяденька из цирка. Принес я те же самые трусы с карабинами, натянул, затянул, меня подвесили. И дальше каждую репетицию я взлетала, приземлялась, взлетала, приземлялась. В какой-то момент меня туда подняли, а Кирилл начал разбирать сцену внизу. И вот я вешу, я боюсь им помешать, смотрю на них сверху, вешу, у меня все очень больно там висеть. И вдруг я вспоминаю, что вообще-то мне была обещана Клеопатра, а я тут вешу в этих ужасных железных трусах. И начинаю просто тихо плакать, и слезы мои так капают туда, к ним вниз во время репетиции. Кирилл поднимает голову и говорит, что случилось? И я говорю, маленькая собачка до старости, щенок, да. В общем, меня с Василией, он сказал, да ладно, ладно, будет у нас еще, все будет. А как публика реагировала на этот спектакль? Ты помнишь первый показ? Это были какие-то очень такие сытые годы в России. Еще до кризиса, до первого. Доллар по 30. Да, а у нас все было между зрительным залом по обеим сторонам от такого подиума красного. И в какой-то момент мы начинаем спектакль, и я вижу, что мужчина с бокалом в руке сидит на первом ряду и на нашу сцену, как на такой столик, вставит этот свой бокал. И я понимаю, что сейчас-то упадут сверху кирзовые сапоги прямо на этот бокал. Да, и они таки упали на этот бокал, у него была очень смешная реакция. Нет, зрители еще из-за того, что это очень было близко и очень была какая-то животная энергия такая прям жилистая, они не знали, как реагировать и не очень успевали считывать вообще язык, на котором с ними пытаются разговаривать. В какой-то момент там была сцена, где нужно было долго сидеть и молчать. И я говорю, Кирилл, я прям вижу, как я сижу и молчу, и как они там начинают ерзать, потому что все близко. Говорю, давай я сокращу эту зону молчания. На что Кирилл совершенно уверенно, спокойно сказал, ничего, поерзают. Это наше высказывание, и мы будем делать так, как мы это понимаем, как мы это чувствуем. Ну, там, конечно, была какая-то точечная неприятие, где-то писали, как мы позорим Родину. Но представить себе просто сейчас появление такого спектакля... Нет, сейчас вообще невозможно. На этапе заявки уже невозможно. Хотя он весь был пропитан исключительно любовью к Родине. Весь, от начала и до конца. Собственно, Родина – это что? Это люди. Я хотел спросить тебя про театр «Современник». Давно ли ты была в театре? Современник? В «Современнике». Вот просто физически. Я была там... Ты что имеешь в виду? Чистые пруды или яузы? Нет, вообще, театр. Я была там две недели назад, играла спектакль «Враги. История любви». После? Я полгода восстанавливалась, отдыхала, думала. Да. Это была такая наша договоренность с Галиной Борисовым. Теперь ты будешь снова играть в «Современники». Только этот спектакль или что-то еще? Я очень хочу, чтобы мы вернули спектакль «Скрытая перспектива» про журналистов военных. Мне кажется, он сегодня... Он мне просто необходим. Женя Арье, Евгений Арье. Тот же режиссер, который... Это театр «Гешер», который возглавляет в Тель-Авиве. Да, в Тель-Авиве, да. Мне очень хочется какого-то... Вернуться к этому высказку. А что Галина Борисовна говорит? Я не знаю. Наверное, не против. Ну, а наш принимает это решение? Ну, наверное, не против. По крайней мере, мы общаемся по поводу того, что мы возобновляем репетиции. Женя будет... Какие-то новые работы, какие-то предложения? Есть ли «Современник»? Нет. Ну, ты знаешь, я здесь совершенно не виню «Современник» ни вообще, ни секунды. Потому что я точно знаю, что театр «Современник» всегда открыт с любым предложением, с которым я приду. У меня нет такой выжидательной позиции. Ну-ка, предложите мне. А почему не предлагают? Ну, видимо, нет репертуара. Видимо, какие-то разные представления, может быть. О том, как меня использовать, не знаю. Ну, тебе от этого не обидно? Мне? У меня столько работы, Коля. Я вообще не люблю играть в спектакли. Это ужасно сейчас все звучит. Нет, я честна перед зрителями. Когда я выхожу играть в спектакли, то я уже люблю играть в спектакли. Но на самом деле моя страсть — это репетиции. Я готова... Я не знаю, как эти люди называются. Я готова придумывать роль, все придумывать, все вот родить и уйти. Привезти какую-то другую актрису, туда ее вмонтировать, а сама пойти репетировать дальше. Поэтому особенно русская репертуарная система, она вообще меня сводит с ума. Потому что ты два раза в месяц должен вспоминать спектакль, играть его, прочувствовать. Я не знаю, может быть, есть артисты, которым это удается на том же уровне держать планку. У меня это вообще не получается. Я прихожу, вечером я начинаю вспоминать, все повторять. Но это все равно не тот результат, как если бы ты... Я работала на Западе, когда ты играешь 4 дня, ты играешь в спектакли, а так как это все равно, так или иначе, репетиции. Ты понимаешь, ага, вот тут надо изменить, тут завтра попробовать вот так. И это все очень свежо, и пока ты в этом процессе поиска, улучшения, все лучше и лучше, и лучше находишься, ты играешь в этот спектакль, потом он закрывается, его снимают, ты берешься за следующий. А здесь вот это движение внутреннего улучшения, ты же, ну, даже если ты один там что-то ковыряешься и придумываешь, все равно спектакль это коллективная история. Но я так понимаю, что современник это все-таки пример классического репертуарного русского театра, правильно? Сейчас. Да, но у нас вообще нет другого театра, у нас все классический. Ну, театр наций, в котором ты тоже много работаешь, это же... Ну, это тоже репертуарный театр, только там нет труппы. А в принципе, принцип репертуарного театра, он неискореним, потому что русские люди точно знают, что они могут пойти сегодня, а могут через месяц, а могут через год, и пока из Владивостока приедет человек посмотреть спектакль, может пройти три года, и вот эту вот историю не изменить. А постоянная труппа для театра, это скорее тяжелый груз, или это... Да, я считаю, что это нездоровая ситуация. Конечно же, это говорит о сохранности и безопасности артиста, но я в этом смысле очень жестокий, радикальный человек. Мне кажется, пока молодые, артисты молодые, они должны пробовать себя везде. То есть у тебя всегда должны быть приоритеты, конечно же, ты не должен никого подводить, ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, но ты должен иметь возможность показываться везде, репетировать, играть с разными режиссерами. А там, допустим, такой театр, как «Современник», или любой другой театр вот с такой труппой, он, в общем-то, не очень подразумевает это. Считается, что если ты ушел на сторону, то ты уже предатель. А я вот категорически, категорически, позиционно стою на другой стороне. И они, мне кажется, молодежь должна, чем больше она сейчас будет набираться опыта такого настоящего, тем это лучше театру «Современник», лучше. И брать на себя какие-то обязательства, чтобы заботиться о пожилых артистах, это тоже обязательно. А ты пробовала об этом говорить с Галиной Борисовной «Уловчика»? Да, пробовала, но у Галины Борисовны принципиально другая позиция. И уговорить нельзя? Нет. Понятно. Понятно. Скажи, пожалуйста, о Театре нации. Да. У тебя довольно близкие, дружеские отношения с Женей Мироновым. Тебе нравится то, что сейчас делает Театр нации, то, как он развивается, в принципе? Да, очень. Очень. Это единственный театр, где у тебя есть возможность поработать. Единственный в Москве? В России. А Гугл-центр? Поработать с международными звездами. С международными звездами театральными. Ну, то есть, это репертуар Театра нации, но не один театр по фамилиям, по мощным, каким-то самые звезды из звезд мирового театра. Почему у Миронова это получается делать, а у других нет? А потому что Женя изначально ставил такое. Слушай, есть театры, которые вообще на гастроли не хотят, и на фестивали ездить. Они считают, что им это не надо. Вот они дома зарабатывают деньги, вот ходят к ним люди, и, в общем, этого достаточно. Потому что у Жени изначально была такая перспектива, так как Женя внутри себя личностно никогда не стоит на месте, а всегда развивается. Он, конечно же, сделал театр так, как он представлял себе это должно было выглядеть. Поэтому у нас, кроме того, что дома все хорошо и неплохо, гастрольная история, именно связанная с фестивалями, она тоже очень развита для того, чтобы это была инфлюенция взаимная. Тяжелой кровью ему это дается? Очень, очень. Мне за него страшно. Это все, ну, его исключительно энергия, неравнодушие. Представляешь, сколько нужно собрать, придумать, охотиться за этими режиссерами годами, годами. Ездить по всему миру, перехватывать одного здесь, другого там, пятого там, третьего здесь. Шесть лет, восемь лет, кропотливейшей работы. Потом собрать деньги спонсорские для того, чтобы состоялся спектакль сказки Пушкина. Очень дорогой спектакль. Очень дорогой спектакль, очень красивый. Ну, то есть, да, это огромная работа. Мне за Женю страшно. А страшно в каком смысле? Страшно и в том, что физически не выдержит этого или морально этого не выдержит? Фактически. Ну, это же все связано с такой ответственностью внутренней, конечно. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к Кириллу, с которого мы начали этот разговор. В какой момент что-то такое случилось? Какая-то ступенька, к которой он споткнулся, которая, собственно, стала катализатором всей этой истории, которая сейчас называется делом седьмой студии? Я не знаю, Коля. У меня нет ответа. Все те же версии, которые знаешь ты, которые... Все эти домыслы... Разные-разные-разные версии. По-настоящему я не знаю. Самое страшное, что... Это самое страшное. Это то, что это такой некий зашифрованная система координат, в которой мы сейчас должны все находиться. Не высовываться. Голую пионерку не ставить. Голую пионерку не ставить. Я считаю, что если это так и есть, хотя те же люди из власти говорят, что нет, это не так, но если это так и есть, то это катастрофа. Это гуманитарная катастрофа моей Родины. Как тебе кажется, если предположим, что все закончится хорошо, и Кирилл признает невиновным, он выйдет? Наконец-таки из своей квартиры или из здания суда, он останется работать в России или уедет отсюда, как тебе кажется? Ну, я надеюсь, что уедет. Ты надеешься, что уедет? Да. Почему? Ну, потому что я хочу, чтобы Кирилл был свободным и не оглядывался, и весь этот посттравматический синдром пережил как-то, работая, а не шарахаясь от каждого телефонного звонка. Для культуры русской это чудовищно, а для Кирилла это лучше. А как же труппа? За ним поедем. Куда-нибудь в ближнее зарубежье. Партнер этого выпуска еще не поздно, сеть арт-маркетов «Красный карандаш». Кроме самих маркетов, есть еще и прекрасный интернет-магазин, который занимается доставкой товаров по всей России. красныйкарандаш.ру Если вы занимаетесь искусством, если вы любите рисовать, если вы занимаетесь дизайном, здесь есть все для вас. И не только для профессионалов, но и просто для любителей. Все приходите в арт-маркет «Красный карандаш». А для подписчиков канала «Еще не позднор» есть специальный промокод «Еще не позднор». И 10% скидка для всех заказов в интернет-магазине красныйкарандаш.ру Спектакль «Рассказывает Шукшина». На этот спектакль какое-то количество лет назад пришел Владимир Путин. Удивительно, как можно через образы простого человека, ясным, понятным, доходчивым, но таким сочным языком, показать, что такое душа нашего народа. Так мог сделать только гениальный автор. Хочу поблагодарить и режиссера, и артистов, а не подстать этому гениальному автору. По-моему, это был юбилей чего-то. Это был спектакль «Рассказывает Шукшина». Это было пять рассказов, было усеченной версии, пять или даже четыре рассказа, да. В этот момент Алвису Херманису уже запрещен въезд на территорию Российской Федерации. А это вообще тема, Коля? Это тема. Выяснилось, что и не было никакого запрета. Про это писали все СМИ. СМИ писали, но недавно стали выяснять. И нет запрета. И выяснилось, что запрета нет. И не было. И не было. Это получилось так, что как-то предупредили Алвиса там, в Латвии, и все это воспринялось за чистую монету. По крайней мере, последнюю информацию, которую я знаю, запрета нет и не было. А Алвис теперь об этом знает? Знает. И что говорит? Странно, говорит. У него была очень смешная позиция, когда мы разговаривали. В Риге он говорит, ну, понятное дело, конечно, у вас вон сколько русских кому-то там запретили. И этому, и этому. А латыши, они должны были ответить как бы зеркально. Сколько там русских звезд. Это связано, напомним просто тем, кто не знает, что это связано с тем, что на территорию Латвии или Евросоюза запретили въезд каким-то российским артистам. Газманов. Я не знаю. И в ответ они, наши, соответственно, запретили Херманису, теперь уже в кавычках. В ответ они запретили латышам. Но так как у Алвиса была идея такая, что так как вообще латышей в принципе немного, то набрать вот этих вот достаточно количества медийных латышей оказалась проблема. Поэтому туда впихнули еще и Алвиса. Так вот он это все объяснял, потому что других объяснений у него не было. Хотя, насколько я знаю, что он, по-моему, когда Крым присоединили, он... Что-то резко сказал, где-то в интервью. Да, резко сказал и не пустил свою актрису к Кириллу, кстати, на... Это была Гуна Зарыня. Да. Скажи, пожалуйста, сколько сегодня физически твоего времени, ну ты 100% условных, и у тебя, и у Жени, которого ты хорошо знаешь, у вас остается времени на театр? И, вернее, сколько уходит времени на театр, и сколько уходит времени на все, что связано с работой благотворительных фондов, которыми вы занимаетесь, многочисленными? Я не могу тебе... Ну, в процентном соотношении сколько? Ты можешь приблизительно сказать? Я не могу. В какой-то момент я закрыла эту тему и просто перестала вообще об этом думать. Я не знаю. Много. Каждый день поскольку-то много. Вчера меньше, потому что у меня был целый день прогон в Гоголь-центре и вечером спектакль. Во время прогона я уже не могу. Хотя иногда это тоже происходит. Если к тебе придет Женя, а я надеюсь, что он придет к тебе в программу, обязательно попроси его рассказать. У него есть чудесная история про звонок Владимира Владимировича в момент... Ну, расскажи уже, расскажи. В момент рассказывать. Расскажи. В спектакле «Рассказывай Шукшина». Ну, расскажи, пожалуйста. В тот момент, когда было строительство... Нет, я не буду. Это так смешно, Женя рассказывает. Ну, расскажи, а он потом еще раз расскажет, а мы еще раз будем с вами смеяться. Ну, расскажи. В тот момент, когда нужно было закончить строительство Театра нации, и исчезли все деньги, просто то ли банк сгорел, то ли все деньги, которые были на этой... И Жене нужно было срочно решать какую-то проблему, и он пытался связаться с Владимиром Владимировичем, и очень ждал звонка. И звонок этот прозвучал в тот момент, когда мы выбегаем со стены, у нас несколько секунд, чтобы переодеться, переграммироваться, и, значит, мы бежим обратно. И в этот момент он видит звонок и отвечает, переграммироваясь, переодеваясь, и говорит, я не могу сейчас говорить с вами, кладет трубку. И дальше мы играем рассказ, а я вижу, Женя так еленеет, то есть он все делает, но он понимает, что он сейчас где-то не с нами, а там где-то в диалоге в этот момент. Очень быстро мы сыграли тогда спектакль, но он рассказывает, это ужасно смешно. Деньги дали? Ты знаешь, я не знаю, как там они все выкручивались, но если бы не было за этой стройкой Жени Миронова, я не знаю, мне кажется, театр был бы не построен до сих пор. Оглядываясь назад, вот на последние годы, я не знаю, и так далее, ну, наверное, с момента появления фонда, теперь уже, вот оглядываясь туда, как тебе кажется, пострадала твоя актерская карьера в театре или в кино из-за того, что слишком много времени, слишком много сил было отдано не твоей профессии? Нет. Ну, единственное, что пострадала я как зритель, потому что я не успеваю ничего в этой жизни обчитывать и обсматривать, мало вернее очень, а карьеры нет, конечно. А что ей, а мне кто-то ее какой-то там сулил? Нет, ну, неизвестно же, ну, просто у тебя вот есть, предположим, там час времени, да, который ты можешь посвятить разным совершенно делам внутри профессии. Но ты из этого часа вот берешь 45 минут и отдаешь другому делу совершенно, у тебя остается 15 физически. Ну, уж тогда говорить не про профессию, а про семью. Про семью в том числе. Семья, да, семья страдает. А профессия? Нет. И потом, ты знаешь, у нас такая мощная команда. Мощная команда в фонде. Что я с ними как за каменной стеной. Еще хочу, знаешь, вспомнил про современник. Скажи, пожалуйста, а кто у тебя лучший друг в современнике? В современнике? Шамиль Хаматов. Подожди, родственники отдельно. Родственники отдельно. Кто лучший друг? Самый близкий человек в театре суд? Галина Борисовна Волочек. Самый близкий? Самый близкий. А из артистов? Алена Бабенко, наверное, да? Сережка Южкевич. Ну, вот если говорить про близкий человек, кого я считаю своим родственником, кроме брата, то это Галина Борисовна. Хорошо. Как у Шамиля дела в театре? Хорошо, он там какие-то новые проекты делает. Он тебе нравится как артист? Очень. Я посмотрела спектакль «Ночное убийство собаки» и просто поняла, что вау, как мне повезло. У меня такой брат крутой. Артист. А как режиссер? Он же, по-моему, еще как режиссер. Как режиссер, вот эту первую работу, которую он сделал по сказкам Пушкина, очень интересная. Я люблю такой театр. Да. У вас не было этой проблемы, что вот он артист, и ты артистка, и наверняка, ну я не знаю, радовалась ему такая мысль? Нет, мысль такая была, что вот тут будут бесконечно сравнивать с Чулпан, бесконечно. Ну я думаю, да, но он очень деликатный человек, он никогда при мне это, по крайней мере, не абсолютно. Я думаю, что, конечно, она была у него, конечно. И придет время, у меня будет такая же проблема. Я буду говорить, а, ну это, сестра Хаматова. Молодые, наверное, что ли. Девушки, я имею в виду, наверное, так говорят. Лея Меджидовна Ахиджакова по-прежнему является частью труппы. Ой, как же, я, конечно. Ну это, видишь, она у меня как-то отдельно стоит. Она же тоже часть труппы по-прежнему. Скажи, пожалуйста, как в театре относятся к ее довольно-таки такой, может быть, даже часто более даже активной и такой бескомпромиссной общественной позиции по отношению ко многим вопросам? Я вообще, то, что я не работала с Лея Меджидовна Ахиджаковой в театре. Это горе. Это горе, горе. Вы ни в одном спектакле вместе играете? Ни в одном спектакле никогда ни разу. Горе. Поэтому вот она у меня как-то, и когда ты сказала про современник, она даже мне ни в эту ассоциацию не вошла. А сколько лет ты в этом театре работаешь? Сейчас. Мне недавно я приехала со съемок, и меня младшая дочка спросила, мам, как ты думаешь, сколько этой берези в окне, которую мы видим, лет? И я на полном серьезе, вообще ни секунды не задумываясь, глядя на эту березу, сказал, ну, наверное, она моя ровесница лет 30, наверное. И через какое-то время, через паузу вдруг сзади голос старшей дочери, вообще-то тебе 43. В каком году ты пришла в современник? Сейчас, 24 года мне было. По 20 лет почти. Да, скоро будет уже этот самый дата. Да. И вы за 20 лет почти с Ахиджаком играли на сцене? Ни разу ни в одном спектакле. Ни в современнике, ни в каком другом. Вообще. Нет, на благотворительных концертах. Я поработала со всеми на благотворительных концертах. Ну так вот, как театр относится к этой позиции Леи Меджидановой? А я вообще не знаю. Не знаешь? Нет. То есть, по крайней мере, при мне никто ничего не высказывает. А вот про то, что ты стоишь, читаешь поручительство за Кирилла около Google-центра, ходишь в эти суды и так далее. То есть, театр тоже никак не реагирует? Я не знаю, как реагирует. Для меня, конечно, очень больно, что современник не вступился за Кирилла. Как не вступился? Ну, в смысле, как театр. Как официально, да. Ну, ты приходила же с этим вопросом к Галине Борисовне? И что она говорит? Еще не время или ничего страшного. Но все-таки он дома. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я точно знаю, все будет хорошо. Вот. Это личное дело каждого. Безусловно. Поэтому... Я тут... Какие-то артисты. Там, Алена Бабенко поддерживает. Ахиджакова очень переживающая человек. Не только по поводу Кирилла, а по поводу многих. Вчера с ней в суде встретились. Позавчак. А, да. Ее так выплюнуло из лифта. Вышли люди. Я потом так... Это личка. Челпаша, Челпаша, ты подписала письмо против Славы Полунина в защиту обезьян? Я говорю, Лия, как вы себе представляете? Я подписываю против Славы Полунина в этом цирке в защиту обезьян. А я, дура старая, подписала. Представляешь? За обезьян решила ступиться. Просто Лияна в это желание помочь всем, включая обезьян. То есть она не сразу поняла, что защищая обезьян, она что-то сделала плохо против Славы. Да. Я не знаю, как. При мне никто это ничего не обсуждает. И думаю, вообще... Я вообще за театром «Современник» не видела и не слышала какой-то такой сплетнической, какой-то такой интрижной вот этих обсуждений. Может быть, просто я счастливый человек, и при мне этого не было никогда. Но мне кажется, этого и нет. По крайней мере, когда мы решили сделать первый концерт, весь театр «Современник» вышел на работу в свой выходной день. Нам дали бесплатный театр, Галина Борисовна вообще без вопросов. И вышли все службы. У нас было четыре помощника режиссера. Обычно нужен один. А в этот день вышли все четыре. Я, конечно, страшно гордилась театром, в котором я работаю, потому что все молодые артисты пришли помогать волонтерами. То есть не было же еще ни волонтеров, ни фонда, ничего. И вот так вот просто, можно сказать, силами театра мы сделали наш первый благотворительный концерт, на котором был Кирилл, режиссер. Понятно. Больше всего на свете я люблю книги. Поэтому главный магазин в моей жизни – книжный. А лучший книжный находится в Петербурге, на Литейном проспекте 57. Подписные издания. А если вы не в Петербурге, то заходите в интернет-магазин подписные.ру Твоя старшая дочка, Арина, уже подрабатывает, ну, не помогает. Волонтерит. Волонтерит в Гогольцентре. Ты этому рада? Ну, да. Да. Я этому очень рада. Она недавно сказала, что в ее жизни есть два счастья. Это собака Пина и Гогольцентр. Я в это счастье как-то не упаковалась. Ну, а что там? Замечательная энергия, отличные молодые ребята и девушки. Ну, я просто, я спрашивал об этом Звягинцева, когда он там принимал решение для себя поступать в театральный институт в Новосибирске, вот, а мама у него тоже там учитель русского языка и литературы. Обычно родители, у которых вот такие вот профессии гуманитарные, или как там в нашем случае, когда там люди фактически там, ну, что за профессия такая журналист. Ну, вот ты актриса, и как правило, мне кажется, что хочется, чтобы твои дети, вот они наконец-таки получили такую профессию, понимаешь, которая была бы совсем не похожа на творческую. А ты что думаешь? Врач, инженер, как Гоша у нас говорит, инженер подводных сооружений, понимаешь, вот. Я по этому поводу, ты не переживаешь. Ты думаешь, она в Гогольцентре со стороны актеров? Ну, если попадаешь, нет, ну, если ты попадаешь в эту среду, из нее же выбраться уже... Она администратор. Она в административном блоке. Ну, нет, я считаю, что человек должен быть счастлив. В любом... Мне дети ничем не обязаны, кроме... Три девочки, давай, хорошо. Арина у нас в Гогольцентре, предположим, она уже все, отрезанный ломоть, это, значит, в творческую среду. Что Ася? Куда она, как ты думаешь? Ася пока думает. Ася пока не определилась. Вот сегодня, кстати, сейчас я выйду от тебя, позвоню, узнаю. Она сдавала тест в юридический класс. Мне кажется, она может любую тему ввести сначала в неопределенном направлении. Мне кажется, если говорить про адвокатскую какую-то карьеру, а то она этим владеет с рождения. Я не знаю... Ну, и я еще рано. И эта самая младшая. Ты понимаешь, мне все время так стыдно, когда я вижу родителей, у которых точно все детство, их детей расписано по полочкам, и вот они там точно знают примерно. Мне сразу так стыдно становится, я понимаю, что какая я плохая мать, что я вообще ничего не подстелила, ничего не подготовила, никуда не направила, никакие канавы не прорыла, рельсы не проложила, лыжню не протоптала. С другой стороны, я понимаю, чем раньше они поймут какую-то собственную ответственность за свою жизнь, мне кажется, тем будет лучше. Ну, пусть ошибаются. У тебя дети смотрят телевизор? У нас нет телевизора с рождения никогда вообще. Они даже не понимают. У нас был Новый год, мы праздновали у родителей на дачу под Казанью, и там был конкурс, Дед Мороз с Снегурочкой, сделали конкурс, собрали всех детей примерно одного возраста, и конкурс был, включается мелодия из какого-нибудь сериала, угадай, значит, из какого сериала, какие-то диалоги из каких-то сериалов, какие-то имена. Впрочем, мои дети проиграли вообще, они вообще не понимали мелодию, они даже не слышали словосочетания этих сериалов. Пришли домой, высказали мне все, что они вообще оторваны от социума. А это отсутствие телевизора связано с тем, что ты не хотела, чтобы в твоем доме присутствовало современное российское телевидение? Или как-то 15 лет назад это уже было очевидно мне. 15 лет назад я понимала, что там программу, ну, что это вот какие-то плохие качества будет формироваться в моих детях. 15 лет назад было понятно? Да, абсолютно, абсолютно. Мне кажется, вот первый шок у меня был эта программа «Большая стирка», когда я... Ну, сейчас там одна сплошная большая стирка. Когда я не поняла вообще, какие моральные критерии сейчас должны воспитываться в телезрителе. Ну, подожди, а когда ты участвовала в ледниковом периоде? 2007. Ну, это вот, собственно, это уже те самые годы уже, когда большая стирка вовсю там полоскалась. Большая стирка была раньше, чем 15 лет назад. Или как-то она по-другому называлась. В общем, я просто помню свою эту ассоциацию от того, что... Я знаю, что ты пошла в этот ледниковый период. Собственно, у тебя была вообще главная цель, конечно, это помощь фонду. Для того, чтобы фонд звучал на Первом канале. Но вот когда ты уже начала там кататься, тебе, собственно, это понравилось вообще, в принципе, как проект? Сначала мне очень понравилось, когда я была свободна и каталась вот в том режиме, в котором... А потом, когда начались параллельно съемки в фильме «Бумажный солдат», это, конечно, уже было очень тягостно. Физически я падала, ломалась, и вся была переломанная. Мне делали операцию, и я шла на лед кататься, потом уезжала на съемках. Все это было под антибиотиками. То есть, это был такой уже туман. А вообще, если бы не было съемок, допустим, а была бы только зона творческая, это, конечно, наслаждение. Там нужно было играть в сон. Ты с кем-нибудь общаешь? Ты там познакомилась же с огромным количеством людей. Ты продолжаешь с кем-нибудь общаться, дружить? Ну, конечно. Ну, мой Катун, как его называли мои дети. Мой Катун Ром Костомаров, Илья Вербух. Я считаю его очень талантливым человеком. Очень. Да нет, и все, и все ребята, с которыми мы так или иначе, они все... Я всегда им могу позвонить, попросить там что-нибудь сделать для фонда, выступить, прийти, помочь. А тебя после этого приглашали еще участвовать в каких-нибудь больших вот этих проектах? Танцы, да. Но ты отказалась? Но я не пошла. Почему? Времени нет. Ой, я бы с утра до ночи танцевала, я бы ничего не делала. А ты слышала эту историю сейчас про Первый канал? Все обсуждали, ну, в смысле, не в телеке все обсуждали, а обсуждали все в интернете, когда вдруг неожиданно ведущий новостей Первого канала Кирилл Клеймёнов прокомментировал суд над Кириллом. Первый канал тебя удивил в этот момент? Я точно знаю. Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает. Я не поняла, что это... Ну, то есть, очень хочется радоваться. Ну, и радоваться тоже не очень получается, потому что мы же знаем, что за всем этим стоят какие-то там разрешения. То есть, ты не веришь ни на секунду в искренность этого человека? Ну, то есть, что это искренне было как-то? В искренность Кирилла? Клеймёнова. Ну, верю. Я просто не очень... Может быть, я уже не очень знаю, насколько эта искренность допускается без разрешения сверху. Это какой-то новый язык, в котором мы... Когда ты не можешь просчитать, что это значит. А от этого... Да, это вот новая реальность, между прочим, наша. Когда одна и та же информация перестает быть какой-то кристально-объективной. Она вся делится на такие сегменты разных лучей восприятия. И кто с какой хочет, тот с такой и видит. Ты же хорошо знаешь Эрнста? Нет, конечно. Плохо? Ну, вы знакомы. Ну, мы знакомы, да. Мы знакомы. Он очень помогал, когда Женя Дворжецкий умер. Я к нему обращалась за помощью, он очень помогал. Талантливый человек, как ты считаешь? Безусловно. Вообще, без сомнений. У нас была такая идея сделать... Со Славой Полонином, кстати, такой большой Шапито-шатер. И ездить по разным городам, помогая разным фондам, чтобы объединить страну. Чтобы Россия... Ну, чтобы она видела, что это вот... Мы и есть государство. Вот мы отвечаем друг за друга. И вот объединить страну, показать, что в каждом городе так или иначе есть фонды, которым нужно помогать в этом городе. Пропагандировать благотворительность. Даже там... Даже не сколько наш фонд, сколько вообще просто. Делать благотворительность не просто нормой, а вот удовольствием. И мы пришли с этим проектом к Косте, и он его поддержал и сказал, что это отлично, мы будем с вами. Будет такая целая карта вот этого передвижения, сколько денег собрано, да, соединять всех. И Витя Крамер, режиссер этого шоу, начал показывать, какие у нас вот есть уже там договоренности, наработки по артистам, лучшим вообще мировым цирковым артистам, всяким группам. И Костя говорит, а я этих знаю, и этих знаю, и он как раз готовил Олимпиаду. А это вот из Барселоны, да, а это... То есть он знал всех. Всех. И, конечно, уровень его вовлеченности, и как... Ну, и мне очень нравится открытие и закрытие Олимпиады нашей тоже. С художественной точки зрения, как это было сделано. Он талантливый человек, да. На твой взгляд, есть ли среди наших с тобой современников, которые занимаются там политической деятельностью, общественной или всем чем угодно, человек, который, на твой взгляд, мог бы возглавить страну после Владимира Путина. Герман Греф. Тут только что, по-моему, закончилась его карьера, наверное. Спасибо огромное. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик. Наш традиционный конкурс «Лучший вопрос» в данном случае вопрос Чулпан Хаматова. Вы оставляете ваши вопросы в комментариях. Человек, чей вопрос будет самым интересным, неожиданным, получит следующие книжки. Книга номер один. «Промельк Беллы». Это воспоминания мужа Беллы Ахмадулиной, Бориса Мессерера. Как известно, Чулпан исполняла в одном из фильмов, сериалов «Таинственная страсть» роль Беллы Ахатовны. Книжка номер два. «Рассказы Шукшина», о которых мы так много сегодня говорили. Книжка номер три. Это сборник стихотворений Осипа Мандельштама. Известно, что Чулпан не так давно сыграла роль в спектакле, который посвящен этому замечательному поэту. Книжка номер четыре. «Доктор Живага». Чулпан исполняла в свое время роль Лары в сериале Прошкина, Александра Прошкина. И книжка номер пять. Это сериал, который скоро появится на экранах. Снят он по книге. «Зулейха открывает глаза», где Чулпан тоже исполняет главную роль. Ждем ваших вопросов. Победитель получает все эти книги. У нас есть рубрика постоянная, называется «Русское поле экспериментов». Мы гадаем по книжке Егора Летова. Подведем итог разговору и заглянем в будущее. Надо открыть на любой странице первые восемь строчек. Даже если попадется... Прямо на любой, да? На любой. Тут нет 800, только 4. Мы больше не деревья. Мы больше не кто-то и где-то. Мы больше не то и не это. Мы больше не что-то когда-то зачем-то. Отныне мы больше не мы. Спасибо. Это была Чулпан Хаматова. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.